Здравствуйте, с вами снова Андрей, мы продолжаем проходить Call of Warhammer, мод для Медвилл 2 Total War. Значит, так сказать, в предыдущей серии мы разбили войска ночных гоблинов и можем атаковать их город. Значит, однако, меня несколько беспокоит то, что у нас не защищены северные границы, потому что сюда могут прийти какие-нибудь замечательные люди, или гномы, или кто-то еще. Собственно, здесь нужно иметь хотя бы одну сильную армию, потому что распылять войска по гарнизонам, наверное, это непродуктивно. Вот, поэтому мы давайте сделаем вот так вот. И хотя бы соберем их в одном месте, вот, чтобы это, соответственно, потом... Так... Значит, дело в том, что ночные гоблины, они исповедуют не культ Горка и Морка, как мы, они исповедуют, так называемые, прочие культы, поэтому, так сказать, нам придется здесь шаманом поработать. Значит, какой у нас стратегический план? Мне кажется, что вот здесь местность, здесь находится порубежное княжество, что самое главное, у них есть города. Я также понимаю, что порубежное княжество не находится ни в светлом, ни в темном альянсе, то есть это, в принципе, независимая фракция, и на них нападать, это, наверное, оптимальный вариант для нас будет в будущем. Пока мы завершаем вход. Наш грабитель-торговец, ну, орков-торговец называется грабителем, так сказать, приближается к ресурсам, скоро он будет зашибать неплохую деньгу. Правда, нас, к сожалению, не спасет, так сказать, один торговец, нам нужно, конечно, намного больше. Так. Так, что у нас мы теперь имеем? Так. Ага. И нам в логу Играшника надо укрепиться. Ну, давайте. Отлично. Мы кое-что построили. Так. В итоге хода. Ну, в общем, понятно, что у нас нет денег и все такое. Так. Я предлагаю сделать следующее. Кавалерия должна прикрывать наши тылы. Вот. Мы соберем кавалерию. А, значит, а штурмовать у нас, соответственно, будут войска, которые для штурма приспособлены. Так. Сейчас мы также командируем сюда диких орков, причем по возможности по возможности те отряды, где побольше особей, скажем так. А остальные у нас будут, наверное, прикрывать наши тылы. Так. Теперь. Значит, соответственно, вместе с нашей армией будут еще одна. Будем продолжать осаду. Построить мы, опять же, в связи с тотальным безденежьем мы ничего не можем. Так. Что касается настроений в наших поселениях, все пока нормально. Ну, что ж, в таком случае мы можем продолжать. Так, вот единственное, что меня, конечно, беспокоит, еще это тогда отдаленный лагерь на севере. Ну, ладно, и мы займемся позже. Я надеюсь, что у нас получится увеличить нашу численность в дальнейшем. Все-таки будет какая-то экономика, я на это очень надеюсь. Или какими-то еще способами. Может, по скриптам можно будет увеличить численность войск. Я сразу скажу, что я не знаком со скриптами. По крайней мере, для орков. Скрипты здесь очень многое значит. Так. Не понял. Не понял. Что? А откуда они взялись-то? Очень интересно. Да. Ну, может быть, это, опять же, какой-то скрипт. Так. Ну, давайте сохранимся, наверное. Так. Ну, во-первых, давайте попробуем изучить, что у нас здесь есть. Копейщики, лучники. Ну, в принципе, сбалансированная армия, да? Так. Кавалерия. Застрельщики, копейщики. Легкая пехота, стрелки. Кавалерия, застрельщики, копейщики. Не, они здесь, конечно, разные. Давайте мы сделаем следующее. Сохранимся. И, соответственно, ну, ночные нападения мы не можем. Значит, ну, что, выступаем в бой ночных гоблинов почти в два раза больше, чем у нас. Но у нас, в принципе, преимущество по кавалерии. Я надеюсь, что, так сказать, мы сможем выстрелить. тем более, что противник атакует, значит, что он немножечко... Так, отлично. И у нас имеется... Ага! Не, ну, можно, конечно, вообще как-то тут забиться... Не, у нас нет копейщиков, забиваться смысла нет. Так, давайте сделаем следующим образом. У нас есть холмы. Вот у нас тут есть холм. Правда, он, зараза, не особенно крутой. Но, тем не менее. Так, значит, лучники. Лучники. Так. Имеет ли смысл лучников в широкий строй расставлять? Ну, да. Это можно вообще сделать? Можно. Так, ну, давайте, допустим, вот как-то так. Теперь, значит, нашу легкую пехоту мы располагаем далее. Так, ну, и кавалерию нашу мы, наверное, разобьем на две части. Значит, вот будет одна часть здесь и вторая часть другого фонда будет атаковать. Хотим-ка. Так, значит, военачальник будет здесь. Что ж, начинаем. Так, стоп. Что это у нас за войска? Это кавалерия. В принципе, может, конечно, попробовать ударить кавалерии по противнику сейчас. И таким образом мы сможем немножечко употрепать. Ну, давайте. Давайте так и сделаем. тем более, что у нас сейчас будет преимущество по высоте. Так, кто здесь у нас? Сетиловы. Давайте вот по сетиловым ударим. Тоже по сетиловым. А, лучники? Отлично. с широким фронтом. О-о-о-о-о-о. Отличный чардж, по-моему. По-моему, отличный чардж. Отходим быстро. Да, чардж с холма это всегда очень хорошо. Так. Отбегаем. Так, я не понял. Я просил отбегать быстрее. Быстрее. Так, стрелки-то стреляют. Отлично. Так, ну, да, что-то наше, наше кавалерия реально медленно отходит. Может быть, я, честно говоря, не знаю, что все пришли сетиловы. Они действительно какими-то сетями кидаются. Может, они замедляют кавалерию? Непонятно мне это. Легкая конница. А давайте-ка мы черджанем легкую конницу. У нас преимущество по высоте. Как раз сможем ее попробовать. Да, что-то, что-то мне не нравится. Как развиваются здесь события. так, копеечки. Давайте еще раз легкую приходу в черджаню. Сетилово. Отходим. так, давайте остановим биту пока. То, что нам приходится, так сказать, перемещаться. туда-сюда. Так, прошу прощения за небольшую техническую неувязку. Так, мы продолжаем. Так. Так, копеечки, копеечки. не, уходим, уходим. Так. Давайте попробуем с флангой, может быть, атаковать. используем наше преимущество по высоте. и здесь тоже используем его. Ну, похоже, ситуация постепенно меняется в нашу пользу. Так, а кто здесь с кем воюет? Давайте мы так. смешались в кучу орки и люди, точнее, орки-гоблины. Атакуем разбитую пехоту противника. Ну, и она, в общем, массовом порядке дохнет. Так, здесь копеечки, мы их трогать не станем. А вот кавалерию вражескую, которая нам бьет нашу стрелку подло. Атакуем. Ну, и, конечно, мы атакуем копеечку. Здесь кто? Стилово? Да. Не знаю, что с ним делать. Потому что наша кавалерия наувязала. Давайте ее отведем, что ли. Давайте с флангу ударим их. или даже в тыл. А, они еще отступают. Мы сейчас с преимуществом по высоте. И, конечно, мы сейчас с преимуществом по высоте. чарджи, конечно, у нас получаются достаточно посредственные. Но, тем не менее, противник начинает бежать. Мы уже захватываем пленных. продолжаем избиение. Ну, оно, как всегда, достаточно хаотичное. Но, тем не менее, мы убили вражеского полководца. продолжаем битву, конечно. Противников еще очень много. Вот, к сожалению, преследование кавалерии противника это достаточно слабая часть всех без исключения игр в серии Total War. Потому, что, вместо того, чтобы противника убивать, кавалерия зачастую просто бежит рядом с ним и радуется жизни. что, конечно, не может радовать игрока. Успеем? Или не успеем? Так, сколько мы потеряли? 34%. Ну, в принципе, вполне приемлемые потери, противника. что противника, я напоминаю, было в два раза больше, чем наши. Ну, не в два, но примерно в два. Так, ну, наверное, мы их уже не догоним. В таком случае, наверное, имеет смысл. Да. Героическая победа. мы убили примерно в шесть раз больше воинов, чем потеряли. В принципе, все нормально. Значит, я вот еще не понимаю. Я так понимаю, что в данном моде имеется так называемый гарнизонный скрипт. То есть, казни, конечно, у меня все равно ничего не работает. Так сказать, этот гарнизонный скрипт это, собственно, явление, появление, так сказать, войск в простых крепостях. То есть, войска у противника из ниоткуда появляются. Так, Бардук, уже Дикий Борков. Здание выполнено. Итоги хода. Перестание врага. Отлично. Так. Сохраняемся. Начинаем осаду, а эти уже могут штурмовать. Штурмую. Так. Теперь большой вопрос. Как нам проводить штурм? В принципе, у нас подавляющее преимущество по силам. Я думаю, что прямо вот интересным данный штурм не будет. Поэтому, мне кажется, что стоит его провести в автобое. Значит, если вас категорически не устраивают автобои, и вы хотите, чтобы все сражения так сказать, происходили исключительно в режиме ручном, пишите в комментариях. В дальнейшем я последую вашему совету. Так сказать, ну, просто, на мой взгляд, здесь у нас двукратное преимущество в силах, плюс преимущество в качестве войск. Так что, мне кажется, что здесь просто мы увидим достаточно длительное сражение, но без особых шансов на победу противника. Так. Ну вот, опять же. Может быть, он не такой уж сокрушительный, но занять поселение, ограбить. Ну, проблема в том, что тут особо с них денег-то не возьмешь. Они не решают наши проблемы с деньгами. Грабеж. Достойный правитель. Не характеристик, целеустремленный, плюс один к жестокости. Все. В итоге мы заняли так сказать, поселение гоблинов. Что мы еще можем сделать? Поставим сюда, наверное, шамана. Так. А вот эти вот. Вот. Это же 680 золота заходит. Кстати, какие характеристики нашего торговца? Мастера обмена, плюс 2 к торговле. Это отлично. В принципе, я понятия не имею вот в этих горах, какие еще находятся населенные пункты. Вот здесь вот есть крепость гномов. Кстати, которая угрожает нашему поселению. Вот здесь, насколько я понимаю, где-то вот, где-то здесь гномы хаоса. Но пока мы с ними не воюем. И я надеюсь, что мы пока не станем с ними конфликтовать. Значит, точно есть поселение вот здесь. И, соответственно, вот здесь находятся столицы гномов. С гномами нам воевать все равно придется. Значит, теперь, соответственно, вопрос. Сколько нам оставлять войск в нашей крепости? Это, на самом деле, очень большой вопрос. верность благочестия. Так. А вот это вот, товарищ? Да, понятно. В общем, самый лучший наш полководец это именно вождь Диких Ворков. Так, а здесь кто? Здесь тоже посредственный полководец. Кстати, да, у нас тут родового древа нет, насколько я понимаю. Урков, видимо, как-то по-другому, так сказать, в отличие от классического тоталора появляются вожди. Так, ну что? Ну что? Вопрос, куда идти дальше? В принципе, мне кажется, что прежде, чем идти на столицу гномов, которые все равно без серьезной подготовки мы, наверное, не возьмем, имеет смысл разобраться с вот этим вот мятежным поселением. Давайте мы тогда, наверное, возьмем вот эти войска, возьмем вместе с ними вот эти войска, наверное, заберем из них, так сказать, кавалерию, которая серьезно пострадала. Ага. А сейчас войск нам надо выводить. Ну, кого мы выводим? Мы выводим тех, кого содержать можно только так сказать, за плату. То есть, тут есть просто войска, которые содержатся бесплатно, и войска, которые содержатся за плату. Причем, в отличие от так сказать, классического Медвилла или Модер Стейн и Стил, здесь нету такой системы, что, допустим, в городе, допустим, третьего уровня три юнита содержатся бесплатно любых. Нет, здесь бесплатно могут содержаться только дешевые юниты, вот, например, Дикие Орки или Орки Рубаки, кстати, их сравнение от 7-11, 11-6. То есть, Рубаки все-таки в обороне более-менее нормальные, а вот Дикие Орки это сугубо атакующие юниты. Сугубо атакующие. Так, ну, в принципе, имеет смысл, наверное, передать сюда лучников, а атакующие юниты, а атакующие юниты, атакующие юниты, ну, хотя бы, хотя бы, хотя бы вот так, вот, вот так сделаем. Ну что же, вступаем в таком случае в поход сюда, будем следить за развитием событий. Так, а, кстати, что у нас здесь за строение? Каменный замок, шахты зеленокожие, Намина Вакха, ага, ага, тут мне что не очень понятно, дело в том, что у разных рас разные постройки, и я не очень понимаю, вот, например, дорогами чужой постройки могут урки пользоваться или нет? Это мне непонятно. Я разрушать, наверное, ничего не стану пока что, в общем-то, так сказать, но, если хотите, если вы знаете, в чем тут дело, пишите в комментах, стоит разрушать или нет. Понятно, что, например, стоит разрушать какие-нибудь гномские бараки. Гномов я нанимать точно не смогу. Вот, но, так сказать, здесь их нет, здесь, вот, например, замок и дороги. Непонятно, могу я им пользоваться или нет. Ну, собственно говоря, сейчас мы дойдем до того места, которое является нашей целью, то есть, в этом районе. Ну и посмотрим, что там есть, если там предстоит сражение, наверное, завершим на этом серию. Ну, в общем, проведем разведку. шаман ночных гоблинов пошел разведывать глупо наши территории, что мне не нравится совсем. так, не понял. Войска гномов входят просто так. Так, мне дали дар, отлично, завершение найма. Это крутые товарищи черного арки, телохранители. У меня не характеристик, отлично. Так, я не понял. Что за нафиг? Давайте тогда дадим бой этим товарищам. Так, а ночью мы сражаться не можем, да? Ну, имеет смысл здесь. Ну, давайте, дадим этот бой вручную и на этом, наверное, завершим серию. Так. Развернуть войска. Ну, в принципе, у нас по умолчанию уже все, в общем-то, стоит неплохо. Думаю, вообще стоим неплохо. Так. Орки с копиями. Много у нас урков с копиями-то? Один отряд? Да. Ну, в общем, копеечки из них, конечно, вряд ли хорошие. Так. Значит, на кабанах. Угу. Ну, будем смотреть. у нас армия развернута широким фронтом. Кстати, здесь у нас пустыня. А в пустыне мы получаем преимущество, как мы помним. Поэтому, особенно, дикие орки. Поэтому, собственно, так. Смотрим, что нам предложат гномы. Громоверцы у них есть. Громоверцев надо выбивать. надо выбивать. Делать это надо быстро. Громоверцы это стрелки. То есть, в смысле, не лучники, а они используют огнестрельное оружие. Так. Наверное, в таком случае имеет смысл сделать разумный строй для наших замечательных стрелков. Ну, какие у него снять дальнобойные, кстати говоря. Так. Кто у нас тут есть? Старейшины, длиннобороды. Вообще, довольно-таки неприятные товарищи у нас тут. Так. Эти товарищи уже опоздали. Уже опоздали. Заводим их сюда. Так. Отходим. Мортиры. Да, мортиры это тоже неприятно. Ну, боже мой. Ну, что же вы так торопитесь? Ну, блин. Да. Я надеюсь, все-таки мы сейчас мортирщиков-то немножечко побьем. Вот они свежие. На них вроде не наложено никаких эффектов. Почему они так медленно ходят-то? Я им сказал бежать. Не понял. Так, давайте отойдем, потому что я боюсь, что в ближнем бою тут у нас все будет плохо. так, отлично. Они вроде бы побросали оружие, а это значит, что они остались без артиллерии. уходим. 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 Боже, ну что же вы такие медленные-то? Ну ёлки-палки. Нет, я понимаю, что вы идете в гору, но как-то почему вот они бегут, а вы идете? Это мне непонятно. Ладно. меня несколько беспокоит, что никто не стреляет из наших войск. Сколько мы тут? Интересно, как они стреляют и в кого? Большой вопрос. Так, ну что ж, нам тогда надо настреливать противника? Так, а также мы, наверное, соберем диких орков, отправим их в атаку, потому что у них в обороне абсолютно никакой пользы нет. На тяжелую пехоту, наверное, нет смысла, а вот на каких-нибудь громоверцев есть. Но тут у них одна тяжелая пехота, к сожалению. так, что-то они решили бежать. а я даже их собрать не могу, да? Ой, как все сложно. Так, ну, надо атаковать, пока у нас эффект не прошел. Баф. так, я не понял. То есть, они что, опять встали за мортиры? Интересно. По-моему, медвели не было такой возможности, или ее тут прикрутили? Так, ну, понятно. Значит, наша кавалерия благополучно разбегается. если ничего не изменится, мы победим. Ой, да. так, дитюрки атакуют. Так. Ну, я, конечно, так сказать, больше убиваю противника, чем они меня. Но, все-таки, конечно, это, наверное, не лучший мой бой. Ну, что делать? Уже все смешались, и, наверное, будет сложно что-то сделать. Так, ну, так, давайте атакуйте. Сейчас надо мортиры перебить. Все-таки. просто обычно, так сказать, в играх серии Total War хватает одной атаки на артиллерию, чтобы она разбежалась, больше уже, соответственно, не пыталась встать за орудие расчета. Ну, может быть, здесь это тоже пофикшену. Так, а где противник? Что-то я их не вижу. Ну, то есть, я вижу мортирщиков. А, вот они. Так, ну, наверное, стоит уже прекратить стрельбу. Уж тем более ближние были лучниками. Моя любимая дурацкая тактика. Так, мортирщики по-прежнему сопротивляются. Но, собственно говоря, у них уже нет никаких шансов. Так, я так понимаю, мы убили вражеского полководца. Отлично. Так, мортирщики бегут. Так, ну, и здесь, в общем-то, все достаточно просто. Нужно добивать старейшин. Причем старейшин, я так понимаю, это какие-то стреляющие юниты? Так, это кто у нас? Это очередная, очередной отряд кавалерии. Да, честно говоря, орки парни на кабанах. Меня мягко говоря не впечатлили. То есть, дикие орки на кабанах намного лучше. Они у них с моралью все хорошо, а эти взяли и побежали. Причем тогда, когда не было какой-то общей паники в армии. Ну, это очень грустно все. Но они вроде остановились. То есть, у меня в противном случае у меня бы уменьшилось количество отрядов. А, так сказать, оно не уменьшилось по факту. Собственно, видимо, тот дальний отряд это был один из убегавших. Так, ну, что, мы всех перебили, нет? Ну, 17% потерь это вполне нормально. Правда, я так понимаю, мы потеряли довольно много кавалеристов, если можно так назвать, наездников на кабанах. Завершим битву. Ну, на самом деле, мы убили не намного больше гно, в общем, они нас, но все-таки больше, примерно раза в полтора. Так, ну, конечно же, мы казнили. Тем более, громовешцы, мортиры, это. ухудшить отношения с гномами мы все равно не можем. Не так у нас предельно плохие. Так. готовым к бою. Так, ну, слава богу, у нас начинают появляться хорошие характеристики. Ну, что, смотрим, что у нас здесь. Ага. Его осаждают кто? Правильно, гномы хаоса. Гномы хаоса вполне могут взять крепость. У них, сейчас посмотрим армию. Нет, к сожалению, ничего неизвестно по уголосадных орудий. Дело в том, что гномы хаоса, это такая раса, у которой отлично все обстоит с артиллерией и взятие замков для них это очень хорошо. Да. Ну, в общем, надо думать. Я думаю, что в следующей серии мы будем принимать решение атаковать ли... Ну, в принципе, есть еще, конечно, вариант, что мятежники все-таки отобьются. Я, на самом деле, на это надеюсь. Так сказать, если мятежники не отобьются, то, возможно, нам придется начинать войну с гномы хаоса. Этого бы мне, честно говоря, сейчас не хотел это делать. Вот, потому что... Ну, с другой стороны, опять же, тут есть большая вероятность, что гномы хаоса начнут войну с нами. Ну, в общем, следующая серия будет точкой принятия необратимого решения. Так, оставайтесь с нами, подписывайтесь на мой канал, комментируйте, ставьте лайки. С вами был Андрей. Пока. Продолжение следует...